Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях этого дня и уходящей недели. Смотрите сегодня в выпуске. Плетем и вяжем нашим. В Красноармейске развернули пункт по плетению маскировочных сетей. Воспитать, поддержать, раскрыть таланты. День учителя отметили в округе. В честь праздника в Пушкинском провели форум педагогов и интеллектуальную игру. Трасса потрясающая. Ребята, мне кажется, вложили всю душу, все свои знания, умения. Завершили сезон. В Пушкино прошел финал соревнований по Мото Джимхане. У него очень мягкий галоп, мне понравился. Я еще на нем просто ни разу не садилась на галопе надолго, поэтому отлично. Галопом или рысью? Как в Пушкино живет и тренируется целая семья пони? Об этом и многом другом смотрите в нашей информационной программе «Новости Большого округа». Узаконить превышение. Как зарегистрировать семейные захоронения? Жители Московской области получили разрешение переводить родственные воинские или почетные захоронения в родовые. Часто места погребений на подмосковных кладбищах превышают установленные лимиты. Сейчас у родственников есть возможность купить участок земли, который превосходит нормы и зарегистрировать семейные захоронения. Как это сделать? Ответы на этот и многие другие вопросы на этой неделе получили жители округа. В округе ответили на вопросы жителей, связанные с процедурой захоронения. Встреча прошла накануне в Красноармейске. На ней присутствовали жители округа, руководство МКУ «Потребительские услуги», депутаты Совета депутатов городского округа «Пушкинский». Мы вместе все сегодня собрались, чтобы задать вопросы и получить на них ответы. Эти ответы мы сможем давать на всех следующих приемах, к которым будут жители обращаться. Также мы будем на встрече жителей во дворах, если будут возникать подобные вопросы. И мы для себя будем понимать, как правильно в рамках сегодняшнего текущего законодательства корректно отвечать жителям на все имеющиеся вопросы по захоронению. Многие места погребения на кладбищах Подмосковья превышают установленные лимиты площади. Сейчас у жителей есть возможность приобрести участок земли, который превосходит норму, и зарегистрировать семейное захоронение. На встрече объяснили, как это сделать. Есть у них захоронения, где похоронены мужья, сестры, отцы. Участники войны. И там есть место, которое предполагается, что туда ляжет еще человек. Но это место является излишком. Что касается излишков, нет такого понятия в законодательстве излишков. Есть превышение размеров захоронений, которые были установлены на момент захоронения администрации, в том числе города Красноармейска. Тогда еще. Если это родственные захоронения, то это 5 квадратных метров, и превышение до 12 квадратных метров допускается. Те захоронения, которые превышают данный размер, они могут быть оформлены как семейные родовые. Это установлено законом Московской области в 115-м ОЗО о погребении и похоронном деле в Московской области. Это возможно сделать методом выкупа тех квадратных метров, которые превышают установленный размер. Оформление родственных, воинских, почетных захоронений как семейные родовые. Для этого необходимо получить акт осмотра места на кладбище, с ним обратиться в МФЦ за услугой. Методика расчета утверждена постановлением правительства области. Еще она складывается. Она складывается из кадастровой стоимости земельного участка, под которым находится кладбище. Она складывается из коэффициента муниципального. Значит, он на сегодняшний момент на кладбище Красноармейска стоит. Это единица. То есть он не увеличивает ни коим образом оплату. Значит, из коэффициента близости к входной группе. Следующий коэффициент – это близость к асфальтовым дорогам на территории кладбища. Точно такая же градация. И, значит, следующий коэффициент – это близость к инфраструктуре кладбища. Это четвертый коэффициент, да. Соответственно, и пятый коэффициент – это близость к культовым либо религиозным сооружениям. Важно, отмечают специалисты. Речь идет о захоронениях, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020. По всем вопросам жители также могут обращаться в МКУ потребительские услуги. По адресу город Пушкино, улица Некрасова, 5, кабинет 100. Телефон 8-496-506-13-16. Жанна Ловенькова, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. И к другим темам. В Красноармейске развернули пункт плетения маскировочных сетей. Он появился благодаря инициативе депутата Московской областной думы Александра Легкова и неравнодушных волонтеров города. В рамках проекта «Вяжем нашим.РФ» в Красноармейском доме культуры развернута большая работа, направленная на помощь бойцам специальной военной операции. Мария Лихобабенко расскажет подробнее. В Красноармейском доме культуры имени Ленина открыли место плетения сетей. Под четким руководством профессионалов депутат Мособлдума Александр Легков вплетает ленту в сеть. Именно благодаря ему в городе теперь есть пункт плетения сетей и вязания носков волонтерского движения «Вяжем нашим.РФ». Все, что мы сейчас сделаем, я думаю, что как раз проверка нас, в конце концов, тех людей, которые в безопасности. И мы должны каждый принимать в этом участие. И отдать частичку того, чтобы нашим ребятам было там проще. Я думаю, что мы как раз с этим движением «Вяжем нашим.РФ» будем с ними на связи. И то, что им будет нужно по поводу отправки, может быть, еще каких-то моментов, может, закупки какой-то, мы можем участвовать. В феврале 2022 года проект «Вяжем нашим.РФ» получил поддержку от фонда президентских грантов. На сегодняшний день в его рамках проходит полный цикл от сбора пожертвований на пряжу до формирования и отправки вещей на фронт. Теперь еще одно из направлений проекта – это плетение маскировочных сетей. В Красноармейском пункте сразу начали обучение. Как нарезать ленты, какие есть техники плетения и как должна выглядеть оптимальная сеть. Пряжу для плетения носков тоже оперативно распределили по группам. Вы знаете, у нас ребята говорят, когда они получают эти носки, что, знаешь, как будто вот их слова, будто мама перед боем приехала, обняла. И невозможно даже такие слова говорить спокойно. Мы дарим им столько, знаете, тепло, сколько вот они чувствуют нашу любовь и нашу поддержку. Если вы тоже хотите принять участие и помочь волонтерскому движению с плетением сетей и вязанием носков, то обращайтесь по телефону, который сейчас видите на экранах. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И еще в продолжении темы. На постоянной основе Пушкинское отделение мотоклуба «Ночные волки» собирает гуманитарную помощь бойцам из интернациональной бригады «Пятнашка». Отправлять стараются каждый месяц. Собирают все самое необходимое. Все, что просят наши ребята на передовой. На днях в зону СВО отправилась очередная машина с гуманитарным грузом. Серега, вот это к медицине туда. Там тоже. Там я где зеленым написал, надо черным выделить. Ага, они вот это. Понятно, что это происходит. Смотри, белило. За несколько заходов микроавтобус загружают гуманитарную помощь, собранную за месяц. Пушкинское отделение ночных волков готовит к отправке очередную машину в зону проведения специальной военной операции. Здесь гуманитарный груз для бойцов интернациональной бригады «Пятнашка». В ее составе их братья – добровольцы из мотоклуба «Ночные волки». Ездил я еще с 2014 года. У меня даже волонтерская книжка есть. Ну а когда СВО началось, то можно сказать, что практически с первых дней СВО. А встречают нас всегда, ребята ждут. Письма привозим, приятно им душевно от детей, от школьников. Школьники тоже, в частности, вторая школа, Софринская, иногда собирают гуманитарку. Письма отправляют. Ребятам очень приятно читать письма. Ждут, конечно, каждый раз, как приезжаем, как там дома. Все переживают. Ребята молодцы, все хорошо. Слава Богу, все живы, здоровы. Вся помощь адресная, все по заявкам. Здесь собрали именно то, что нужно бойцам, что они просили. В коробках и пакетах сладости, одеяло, подушки, лопаты, медикаменты, перчатки, сухой душ, термобелье, различные приспособления для военного оборудования и многое другое. Есть еще и именные посылки. Здесь Долгопрудный нам, ребята, отделение Долгопрудного, ночные волки, передали много помощи, то, что они собирали. Балашиха нам постоянно помогает, общественная палата и город вообще, в принципе. Вот, даже, ну вот, сети, которые мы отправляли, тоже через Балаших ушли. Там вот сетевые пчелки, девочки плетут сети маскировочные. И для госпиталя мы их отправили с Баха в прошлый раз. От него, кстати, получили ченщ такой небольшой. Это медикаменты и пленки для блиндажей. Тоже очень востребованные вещи. Вот, спасибо ему. Тоже все пойдет в дело, все пойдет. Уже сегодня ночью машина с гуманитарным грузом от пушкинских ночных волков отправилась в путь. Совсем скоро посылки, которые всегда там очень ждут, дойдут до наших ребят. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. На этой неделе глава округа Максим Красноцветов проинспектировал школы Пушкинского. Одна из них – Царевская основная общеобразовательная школа, обновленная после капитального ремонта. Внимание проверяющих на образовательный процесс, внеурочную деятельность и организацию горячего питания. Подробности в репортаже моих коллег. По губернаторской программе в нашем округе этим летом провели капитальный ремонт нескольких школ. 1 сентября все объекты были сданы. Глава округа Максим Красноцветов приехал в Царевскую школу, чтобы посмотреть, как ребятам обновленное учебное заведение. Первым делом комиссия прошлась по стадиону с беговыми дорожками. Фонарь откроем. Максим Красноцветов ознакомился с образовательным процессом, с организацией горячего питания. Глава округа посетил и сами уроки. Вот, например, как проходит физкультура. Мы побывали сегодня в обновленном спортивном зале, в котором проходят секции по меню футболу и каратэ. Каратэ – это новая секция для этой школы. Поэтому я думаю, что детям интересно, любопытно, как говорится, здоровый теле, здоровый дух. Помимо этого в школе появился музыкальный театр «Кружок лепки из глины». Так здесь занимают ребят после уроков. Всего в Царевской школе учится более 190 человек. Дальше Максим Красноцветов отправился в образовательный центр номер 8 в Ивантеевке. Там глава округа также проинспектировал школу, посмотрел кабинеты, санитарные условия. Отдельное внимание было уделено столовой. Глава вместе с представителями родительского комитета и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом попробовал еду для школьников. Посмотрели места общего пользования, туалеты. То, что мы видели на сегодняшний день, находится, конечно, в удовлетворительном состоянии. Есть, конечно, вопросы. Вопросы есть всегда. Я думаю, что педагоги, с учетом того, что впереди их ждет их профессиональный праздник, учтут все те замечания, которые сегодня были сделаны. Мария Лихобабенко, Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Поздравления и слова бесконечной благодарности на этой неделе звучали для педагогов. В День учителя говорили, как много зависит от школьного наставника. Не просто научить, воспитать, поддержать, помочь, раскрыть таланты, но и определиться с будущей профессией и привить правильные ценности. В 25 образовательных учреждениях Пушкинского трудится более 3000 педагогов. В честь профессионального праздника в округе провели педагогический форум, интеллектуальную игру, вручили награды разного уровня. Анастасия Спирина расскажет подробнее. Педагогический форум и интеллектуальная игра. В преддверии дня учителя окружных педагогов решили поздравить в необычном формате. Игра на смекалку, логику и знания. Вопросы не касаются учебных процессов, чтобы учителя немного отвлеклись. Теперь они поменялись ролями с учениками и должны найти правильные ответы. Такое мероприятие провели по инициативе главы округа Максима Красноцветова. Формат, безусловно, интересный. Это действительно в новом ключе. Мы сегодня поздравили наших педагогов с их профессиональным праздником. Пожелали всем, безусловно, карьерного, профессионального роста, развития, успехов, терпения. В этом году колоссальное количество наград. Федеральных и областных. Наград главы округа и Министерства образования. Всего порядка 150. Именно поэтому придумали педагогический форум, куда смогли пригласить всех. Сегодня награждали абсолютно каждого пришедшего. Большая честь поздравить вас с этим профессиональным праздником, с Днём Учителя. Ведь ваш вклад в воспитание подрастающего поколения, он бесценен. Ведь именно с вас открываются двери в мир знаний, новых открытий. И именно вы формируете фундамент в головах наших юных детей для выбора последующих профессий. Педагог занимает важное место в жизни детей. Воспитывает и учит. Прививает разумное, доброе, вечное. И вклад невозможно переоценить. Это особенный год. Это год педагога и наставника. И, конечно же, на всех уровнях хотелось отметить большее количество педагогов за их нелегкий труд. И в этом году у нас есть особые медали. Они давались за верность профессии. Их удостоились два педагога из нашего округа. Антонина Федорова – одна из них. 51 год педагогического стажа. Бессменный руководитель детского сада «Улыбка». При ней взрослели целые поколения ашукинцев. Награда стала полной неожиданностью. Выразить такую благодарность можно только нашему губернатору. Потому что только он так относится с уважением большим к образованию вообще всей Московской области. проводит такую огромную работу для того, чтобы действительно процветали наши дошкольные и школьные учреждения. Учителя оценили необычный формат. На несколько часов они отвлеклись от рабочих забот. Пообщались, обменялись опытом. Каждый педагог, находясь на работе, он награду ждет. Но в первую очередь он ждет награду от того, какие знания получают его дети. Поэтому любая контрольная работа, полученная, прекрасные результаты – это награда. Если же педагога оценивают чуть выше, я думаю, что это всегда приятно, достойно. И честно, любой педагог достоин награды. Неважно, в принципе, какой значимости она будет. Счастливые лица детей – вот главная награда педагога. Когда они поступают в лучшие вузы, находят хорошую работу, создают счастливые семьи. А после приходят на встречи выпускников и благодарят своего учителя. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Финал Кубка по мотоджимхане от мотоклуба «Ночные волки» провели в Пушкино. Его посвятили памяти Альберта Китаичева, основателя заезда. Он погиб в зоне специальной военной операции. Первые буквы его позывного – «Мессинг». Друзья и коллеги отразили на трассе. Участники заезда нововведения оценили. Как прошел финал соревнований, расскажет Евгений Коломиец. Чтобы хорошо проехать трассу во время заезда, нужно сначала ее изучить. И не просто по схеме на бумаге, а пройти ногами, повторяя все те же движения, повороты, как бы ехал на мотоцикле. Этим сейчас и занимаются все участники. В первый день октября состоялся финал Кубка мотоклуба «Ночные волки» Пушкина по мото-джимхане памяти Альберта Китаичева. С этого года соревнования посвящены его основателю. Альберт обучал, проводил тренировки по мото-джимхане, был инструктором. Всей душой болел за это дело. В феврале Альберт погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. В память о нем сделан и кубок. Да, кубок в этом году особенный. Мы его делали сами. Делали из материала, скажем так, знакового. Все это железо приехало с Донбасса. Все это рабочее было. Ну, как рабочее, я имею в виду, что это настоящее. Здесь нет бутафории. Вот, мина, патроны, ленты, гильзы от снарядов. Вот, на рамке тоже самое. Это все посвящено Альберту Мессингу. На открытии соревнований присутствовала и семья Альберта. Его матери передали нагрудный знак доброволец Донбасса от Союза добровольцев Донбасса и медаль участника СВО. Спасибо вам. Спасибо. Соревнования состоят из трех этапов. Их провели летом и в сентябре. Все участники поделены на четыре категории. Новички, любители, профессионалы и чоппер. Это более тяжелый мотоцикл, поэтому участников, которые проходят трассу на нем, оценивают отдельно. С каждым годом соревнования становятся популярнее. Ведь для участников это возможность проверить свой уровень подготовки. А, например, для новичков, кто недавно ездит на мотоцикле, это возможность развить у себя правильные навыки вождения, получить контроль над мотоциклом и стать увереннее на дороге. В целом все три этапа у нас прошли успешно. Падение было минимум. Все участники старались запомнить трассу, проходили ее. Кто-то удачно, кто-то не очень. Но в целом все было очень хорошо. На каждом этапе была разная трасса. Всегда ее выкладывают в виде какой-то буквы. В этом году выбор был очевиден. Взяли позывной Альберта Месс. На первом этапе М, на втором Е, на третьем С. А вот в финале Сергей подготовил трассу таким образом, чтобы выложить весь позывной Месс. То есть сразу четыре буквы. По словам Сергея, трасса несложная. Тут есть где разогнаться и где маневрировать. Трасса потрясающая. Ребята, мне кажется, вложили всю душу, все свои знания, умения. Подготовили потрясающую, замечательную трассу. Есть свои нюансы. Где-то более сложные, где-то более легкие. Но в целом очень интересно. И для закрытия сезона, я думаю, что это самая отличная трасса. Прям бушуют эмоции. С одной стороны, не хочется показать какой-то результат. С другой стороны, переживая в первый раз все-таки, надо тоже удержаться на плаву, на балансе. Ну, показал вроде более-менее неплохой результат. А как трасса? Сложная? Ну, местами есть моменты, где надо углубиться в скорость прохождения поворота, с какой стороны начинать круг. Так что есть свои сложности. Но в целом нормально. А сейчас трассу проходит профессионал. Владислав приехал на финал с других соревнований в Краснодаре. Именно Альберт когда-то привел его в Мотоджимхану. Владислав постоянно участвует в разных соревнованиях по стране, завоевывает призовые места. Как он сам признается, за последние три недели у него три золота по России. На втором заезде трассу он прошел, управляя мотоциклом одной рукой. Трасса сегодня была самая лучшая. Легко учится. Площадка, получается, дождевая была. Пришлось одеть дождевую резину. Она была у меня только у меня. И поэтому мне повезло, я занял первое место. Владислав не только занял первое место в этом заезде, но и стал лучшим по результатам всех этапов категории профессионалы. На церемонии награждения вручили медали, грамоты и подарки участникам, которые заняли призовые места в финале. Кроме того, подвели еще итоги всего сезона. Определили лучших по результатам за весь сезон в каждой категории. Победитель получал кубок. Его имя будет отмечено на стенде, который установят рядом с кубком в клубном доме отделения. Там же и будет храниться сам кубок. Евгения Коломийца, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Ровно год после обновления на этой неделе Центральная детская библиотека Ивантиевки отметила маленький праздник. Прошел год, как библиотека стала модельной. Поздравить ее с этой датой пришли самые юные читатели. Сотрудники библиотеки подготовили для них особенную программу. О ярких буднях детской модельной библиотеки Ивантиевки в репортаже Юлии Постриганевой. Все книги у нас стоят в определенном порядке. Если вы откуда-то взяли книгу, то вы должны ее потом поставить на место. И поставить обязательно корешком наружу. Самых юных читателей впервые знакомят с библиотекой. Как сюда записаться, как обращаться с книгами, какие правила должны знать читатели. Об этом и многом другом им рассказывают сотрудники библиотеки. Ровно год, как детская библиотека превратилась в новую, современную, модельную. Изменения не только внешние. Пространство кардинально поменяло имидж. Стало ярче, светлее, интересней. Изменилась сама концепция работы в библиотеке. Ровно год назад мы стали детской модельной библиотекой. Такой яркой, красочной, сочной и с новыми книгами. И вот та планка, которую мы взяли на самом старте, нам ее нужно держать. И мы ее успешно держим. Все больше и больше у нас открывается новых клубов, кружков. Все пространство библиотеки поделено по интересам. В одной части можно почитать, пообщаться или посидеть с гаджетами. В другой – поработать за компьютером, создать презентацию. В третьей – попробовать себя в роли мультипликатора. За год библиотека не только продолжает увеличивать книжный фонд. Она превратилась в настоящий центр саморазвития, который ломает привычные стереотипы. Здесь проходят сказочные квесты, аниме, фестивали и косплеи. Придумывать новые форматы взаимодействия с читателями – одна из главных задач в современной библиотеке. Читатели идут активно, узнают, что здесь такая хорошая библиотека, яркая, красочная. Люди приходят просто сюда провести время. Даже не из-за того, что почитать книгу, а просто бывает приходят и посидеть на диванчике, в телефоне. За атмосферой люди приходят. Люди не идут в кафе, люди приходят к нам. За этот год Ивантеевская детская модельная библиотека провела десятки мероприятий. Вошла в пятерку лучших библиотек страны. Держать планку и сложно, и ответственно. Но впереди еще много планов. Один из которых – создание аналогичного модельного пространства во взрослой библиотеке. Но это в перспективе. А сегодня юные читатели знакомятся с книгами и делятся своими впечатлениями. В финале встречи ребят познакомили с творчеством Ивантеевских мультипликаторов Виктора Никитина и Леонида Носарева. И подарили маленькие подарки, чтобы первая встреча с библиотекой осталась в их памяти. И возвращаться сюда им хотелось снова и снова. Юлия Постриганева, Никита Лукьянов, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа. Когда-то их использовали на работе в шахтах. Сегодня эти милые животные считаются декоративными. Речь про пони. В Пушкино живет целая семья таких лошадок. Орион, Дождик, Майк и Магнетик. Их владелица Ольга Штырляева учит верховой езде самых маленьких наездников. А начиналось все с личного хобби. Алина Рогожина побывала в гостях у семейной конюшни. Их очень любят дети. А дети их. Они очень ласковые и добрые. А еще они обожают сено и яблоки. Знакомьтесь, это пони. Орион, Дождик, Майк и Магнетик. Эти милые жеребцы проживают в Пушкино. И радуют не только своих хозяев, но и всех, кто приходит к ним в гости. Владелица конюшни Ольга Штырляева точно это знает. Это началось все с детства, с подросткового возраста, когда были еще лет, наверное, 12-13. Увидели первую лошадь. Приезжали к нам на праздник еще в поселок Мамонтовка. И потихонечку узнали, где она живет. Приходили к ней в гости, кормили, общались с нашаткой. И вот как-то так потихонечку пошли дальше по конюшню, помогать, набираться опыта. И со временем это все уже переросло в профессию. Все началось с покупки жеребца по имени Магнетик. Его купили специально для дочки, чтобы она занималась и училась в верховой езде. Ему уже 11 лет. Магнетик оказался очень ласковым и добрым пони. Каждый день Ольги Штырляевой начинается в 8 утра. Для того, чтобы она успела почистить и накормить всех своих четырех жеребцов. Помогает ей в этом ее дочь Дарья Андрианова. Должна быть свежая чистая вода, потому что без воды лошадь сена есть не будет. Наполняется ведро воды. То есть стоит специально ведро с водой у нас. И в рептуха набивается сено. Потом лошадь водится на прогулку. Также в Левадах, где они гуляли. И гуляют весь световой день. У каждого жеребца, ориона, дождика, майка и магнетика есть свое место деньник. Это огороженный бокс конюшни, предназначенный для содержания лошади без привязи. В деньнике пони только ночуют. В основном они гуляют в Леваде и много тренируются. Они должны каждый день гулять. То есть лошадь – это не то животное, которое может стоять. Даже день, если лошадь простоит в деньнике, это уже считается плохой уход за животным. Поэтому лошадь каждый день должна гулять. Соответственно, это силы, время, любовь, самое главное, ответственность. Их вообще выводили для того, чтобы они вывозили уголь и камни из шахт. Потому что раньше это было как бы сложно. И вот их запрягали, так как они маленькие лошадки, они вытаскивали все это из шахта. Поэтому выносливые и ничего не боятся. Это не пугливое животное абсолютно. Также на конюшне есть еще один жеребец по кличке Дождик. Ему 4 года. Его хозяйка приобрела совсем недавно. Но уже начинает постепенно приучать его тренироваться на корде и взаимодействовать с детьми. Сейчас приучаем его давать ножки, чтобы расчищать. Приезжал коваль тоже, поборолся с ним немножечко. Приучаем, чтобы он давал спокойно надевать уздечку, недоустки. Это специальные, чтобы лошадь выводить и заезжать. Потихонечку включаем к седлу нормальному. И, соответственно, лошадь должна, так как он молодой, сильный и активный, он должен двигаться каждый день. То есть, либо он весь этот день гуляет в ливаде, либо он работает на корде. Либо, то есть, и совместно гуляет, и работает. А так, в принципе, пока еще до конца мы его не изучили, но он становится лучше с каждым днем. Для Ориона, самого младшего жеребца на корде, ему 3 года. Сегодня была первая совместная тренировка с Дарьей Андриановой на корде. Такая тренировка морально подготавливает лошадь к работе верхом, а также разогревает ее. Эти занятия не только обеспечивают лошадь отличной физической нагрузкой, но и помогают человеку укрепить взаимоотношения с животным. У него очень мягкий галоп, мне понравился. Я еще на нем просто ни разу не садилась на галопе надолго, поэтому отлично. Алина Рогожина, Антон Орловский, Евгения Коломиец, новости Большого округа. Вот такая точка в картине этого дня. Журналисты нашей телекомпании рассказали вам о наиболее заметных событиях этой недели. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей.